МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Ирбис. В студии Владимир Чубенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Раньше обычного обещают на прилавках магазинов местные овощи. Цены не оговаривают. С последней надеждой. Одинокопроживающая пенсионерка Людмила Кулакова подала заявку на 15 тысяч, но компенсацию не получила. У вас в помощи. Прошу, чтобы вы помогли мне разобраться, куда же все-таки мои деньги уходят, эти субсидии. И почему до адресата не доходят. Фронтовая фляжка героя Советского Союза Махмета Каирбаева пополнила коллекцию уникальных экспонатов Музея воинской славы. Фабрика бетонов реализует. Бетон, ФВС, кольца, перемычки, плиты, перекрытия. Телефоны 78 32 32 78 42 42. За последнее время в Павлодарской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. В том числе есть и летальные случаи. Поэтому мы, медики, спросим вас соблюдать социальную дистанцию, не находиться в местах массового скопления людей. Жителям пожилого возраста без особой необходимости не выходите из дома. Берегите ближних. Кинокомпания «Лаки Студио» и телеканал «Ирбис» представляет детское ток-шоу «Стар Балавар». Впервые павлодарские дети киноактеры. Короткометражные фильмы с их участием и официальное вручение сертификатов. Такого еще не было. Смотрите нас каждые выходные на телеканале «Ирбис». Реклама на телевидении всегда эффективна. Реклама в социальных сетях всегда актуальна. Объединить эффективность и актуальность поможет надежный партнер в сфере рекламно-информационных услуг. Телеканал «Ирбис». Приобретай пакетное размещение видеороликов по супервыгодной цене. И поверь, придет пора заключать договора. «Ирбис ТВ». Мы все сделаем для вас. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Сроки строительства сахарного завода в Павлодарской области сдвигаются. Для реализации проекта пока ищут инвестора. А вот для будущего предприятия по производству «Крахмала» решили подыскать другую площадку. Сегодня об этом рассказали в Управлении индустриально-инновационного развития. Еще специалисты озвучили, какие производства планируют реализовать на территории специальной экономической зоны в этом году. На сегодняшний день инвестпортфель специальной экономической зоны включает в себя 24 проекта с общим объемом вложений 100 миллиардов тенге. 11 уже запущены на 75 миллиардов. В этом году планируют ввести в эксплуатацию еще 5. Это, к примеру, цех по покраске автомобильных дисков, которые производятся здесь же, в СЭС. А еще выпуск дезинфицирующих средств, переработка мазута. В Управлении индустриально-инновационного развития, говорят, есть проекты, сроки реализации которых скорректировали из-за эпид-ситуации. Есть вопросы по поставке оборудования. Но в целом они решаемы. Экспортеры больше обращаются с просьбой оказать содействие по приезду иностранных специалистов в регион. Имеется определенный алгоритм. Обращаемся на межведомственную комиссию по нераспространению коронавирусной инфекции. То есть обосновываем все необходимые шаги. То есть кто должен приехать, сколько приехать. То есть вот эти все вещи выносим. То есть правительство нас поддерживает. То есть после этого уже, соответственно, осуществляем ввоз людей, специалистов для реализации данных проектов. Согласно нормам постановления санврача. То есть со всеми усиленными мерами дезинфекции, карантинной изоляции въезжающих сотрудников. Также в режиме онлайн-связи ведут переговоры с потенциальными инвесторами по строительству сахарного завода в регионе. Завершить рассчитывали до конца 2022-го. Как известно, предприятие планировали разместить в агропарке вблизи Аксу. В начале мая даже провели общественное слушание. Решили увеличить производственную мощность с 6 до 8 тысяч тонн переработки овоща в сутки. С выпуском в пределах 152 тысяч тонн сладкого песка в сезон. Посеяли в этом году в регионе и сахарную свеклу. Всего 188 гектаров. При этом экологи внесли ряд замечаний. Разработчик обещал их учесть. Но специалисты признают, конкретного инвестора пока нет. Сначала проектом интересовалась китайская компания. Потом о себе заявляли турецкие бизнесмены. Сейчас идут переговоры с их соотечественниками. Технология производства сахара, она в целом известная, но есть определенные тонкости. И различные производители используют различное оборудование, то есть какие-то технологии. В связи с этим более детальная разработка ПСД планируется уже после окончательного выбора инвестора. В связи с этим, конечно, да, то есть мы бы хотели в этом году уже подписать контракт и, как говорится, первый камень сахарного завода заложить. Но есть, конечно, определенный ряд процедур, в связи с чем этот проект немного откладывается. Больше месяца назад проводились публичные слушания и по другому проекту – строительству крахмального завода с переработкой 142 тысяч тонн технического картофеля в сезон. Площадкой для размещения предприятия выбрали Железинский район вдоль дороги Павлодар-Омск. Однако сегодня в Управлении индустриально-инновационного развития сообщили, рассматривается вопрос о его передислокации. Как только место определят, также проведут публичные слушания. Ольга Шкрет, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Первую раннюю морковь с местных полей начнут продавать уже с 10 июля. Обычно ее собирают в конце месяца. Об этом рассказали в Акимате Павлодарского района. Как известно, из-за теплой погоды к посевной приступили раньше. Одновременно в связи с июньской жарой водопотребление значительно выросло. Экономический блок продолжит выпуск. Спонсор бизнес-новостей, магазин сантехники и отопления «Кереметснаб». Всегда выгодно и комфортно. Площадь овощей в Павлодарском районе свыше 7 тысяч гектаров. Это на уровне прошлого года. Больше половины занимает картофель. Остальное – морковь, а также свекла, капуста, лук, немного огурцов и помидоров. В этом году у нас начался ранний посев, но существуют некоторые моменты. То есть природа непредсказуема, поэтому были обстоятельства, по которым нашим предпринимателям пришлось делать пересев, особенно это по моркови. Но надеемся, что все будет хорошо. Ранний морковь у нас уже пойдет 10-15 июля. Ранний картофель начнут собирать ориентировочно 15-20 июля. Цену пока не называют. Для сравнения, в прошлом году к началу августа второй хлеб овощи воды продавали по 80 тенге. Морковь по 90, свеклу по 40. Уже больше трех лет выращивают в Павлодарском районе и лук. Подобрали сорта, которые подходят под наши условия. Адис начал подавать воду вовремя. У некоторых наших крупных крестьян имеются свои насосные станции, поэтому с подачей воды у нас проблем нет. Да, год засушливый, требуется очень много воды, но с поливом у нас проблем нет. Вопрос субсидирования воды на сегодняшний день остается открытым. Данный вопрос поднимался нашими предпринимателями. На сегодняшний день вопрос остается пока открытым. Общий яровой сев в Павлодарском районе в этом году порядка 68 тысяч гектаров. В том числе зерновые больше 33 тысяч, масличные 13 тысяч, кормовые более 4 тысяч. Массовый сбор овощей, как правило, начинается в начале сентября. Специалисты говорят, прогнозы на урожай пока делать рано. Ориентируются на погоду. Ольга Шкред, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Реализацию этих домов в авиагородке, что недалеко от села Кинжиколь, возобновляют. В городском Акимате сегодня говорят, в связи с эпидс ситуацией все процедуры были приостановлены. 36 домов типа ИЖС-1 и ИЖС-3 уже построены, они введены в эксплуатацию. На сегодняшний день 40 заявок было подано потенциальными покупателями. Из них 17 уже одобрено. Одобрение через систему жилстройсбережений в Акимате заявляют. Проект индивидуальный. Жилой комплекс состоит из домов двух типов. Реализация по программе «Нурлежер». В домах ИЖС-1 типа два этажа. Состоит один дом из двух квартир отдельных. В каждой квартире есть веранда, есть гостиная на первом этаже, санузел. На втором этаже две спальни и ванная. Также есть печная комната, отопительное, печное отопление. ИЖС-3 также состоит из двух квартир. Все те же самые условия. И санузел есть, и отопительная комната, но они одноэтажные. Общая площадь двухэтажного дома составляет 366 квадратных метров. Одноэтажного – 207. Специалисты говорят, обращаться можно в отдел финансов города Павлодара и в Акимат Кенджикольского сельского округа. Потенциальным покупателям готовы показать жилой комплекс на месте. Тимофей Горев, Дмитрий Моисеенко, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопления «Кереметснаб». Всегда выгодно и комфортно. Магазин «Кереметснаб» объявляет беспрецедентную акцию «Жаркое лето». В период с 10 июня по 10 июля действуют скидки 10, 20 и 30%. Как всегда, для вас широкий ассортимент продукции от лучших мировых производителей. Котлы длительного горения, радиаторы отопления, водонагреватели, банные печи. Здесь же вы можете подобрать стильную мебель для ванной комнаты, а также душевые кабины, ванны и санфаянс. Спешите совершить выгодные покупки в магазине «Кереметснаб» улица Циолковского, 24. В этом году павлодарцам придется отменить паломничество в Саудовскую Аравию. Королевство запретило посещение страны иностранцами из-за пандемии коронавируса. Мечети Машхур-Жусупа сообщили, хадж для верующих переносится на 2021 год. Ежегодно из Казахстана в Саудовскую Аравию на паломничество отправляются несколько тысяч человек. В 2020-м из Павлодарской области святые места должны были посетить более 100 верующих. Все они перед поездкой проходят обучение в мечети, где рассказывают, как правильно себя вести в Мекке. В связи с тем, что COVID-19 распространяется быстро, Королевство Саудовской Аравии объявило, что иностранные паломники не смогут совершить хадж в этом году к мусульманским святым местам Мекки и Медини. Хадж в этом году выпадает на конец июля. Изначально отменили умру в марте. Это малое паломничество. В июле хадж смогут совершить теперь только те, кто уже находится на территории Саудовской Аравии. В мечети имени Машхуржусупа отмечают, поездку к святым местам придется перенести в лучшем случае на следующий год. Кстати, в истории подобные ограничения вводят не впервые. Артем Клевать, Сирико Нагбаев, телекомпания «Ирбис». Спустился по проводам с крыши в квартиру, рискуя собственной жизнью. Все ради родного брата, который забыл ключи, а дверь открыть не смог. Полодарцы шокированы кадрами, которые попали в социальные сети. А в Экибастузе двое маленьких детей едва не оказались под колесами безумного лихача. Все это в нашем традиционном обзоре. Как говорится, в описании к видео произошло все на крыше многоэтажки по адресу Катаева 11. Смельчак предположительно воспользовался услугой интернет-провайдера, а точнее их проводами. Из крыши спустился в квартиру. Как сообщили нам полицейские, в ней находился запертый брат скалолаза. Он потерял ключи, а встретиться с роднёй очень хотелось. Вчера у нас интернет не работал дома, вот почему. Ничего удивительного, раньше мы к своим девушкам через окна лазили. Были молодыми, сильными, преград не было. А это видео, размещенное на Экибастузских пабликах, слабонервным лучше не смотреть. Автор поста акцентирует внимание на том, что дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Все участники движения затормозили, кроме лихача, который совершил обгон по левой стороне, да ещё и выехав на встречную полосу. Этим видео уже серьёзно заинтересовались полицейские. Подписчики тоже негодуют. Пожизненно лишать прав. Вот из-за таких плачут чужие матери. У нас во дворе и в соседнем тоже такое периодически случается. И все эти товарищи в основном одного возраста на этих одинаковых тарантайках. Богатый на совершенно странный видеодень продолжил автор вот этих кадров. На свой гаджет он запечатлел заблудившегося в сквере металлургов водителя. Как он оказался в этой локации, сейчас выясняют стражи порядка. Просто у человека маски защитной при себе нет. Вот и гуляет, не выходя из автомобиля. Ну хоть цветочки объехал. 15000PVL.KZ не работает. Сайт для оформления компенсации за комуслуги в период карантина больше недоступен. Приём заявок завершён и на Кривенко 25. Молодарка Людмила Кулакова подала документы ещё в начале апреля. А сумма на счёт так и не поступила. Почему, пыталась выяснить Азиза Исабай. Людмила Кулакова, 63, родных нет, говорит, пенсия минимальна, денег едва хватает на продукты. Половина уходит на комуслуги, оставшаяся часть на лекарта. Вспоминает, когда узнала о компенсации, обрадовалась, как и многие, сразу же подала заявку в начале апреля. Я подала, у меня всё прошло нормально, всё хорошо. Ждала платёжки. Пришли платёжки всем моим подружкам, товаркам, пришло всё нормально. Пришли эти 15 тысяч. Мне не пришли. Начала звонить, узнавать. К одним звоню, у вас всё хорошо, у вас придут. Это я звоню уже сейчас конец мая, да? Я звоню вот с начала мая. Уже в течение месяца звоню, добиваюсь. В Полотаро-энергосбытии женщине заявили, что в списках на выплаты за апрель её фамилии даже не было. Деньги за этот месяц уже перечислены на личные счета. При этом, по указанным на сайте номерам, пенсионерку уверяют, всё в порядке. Ждите. Я же сказала, у вас всё нормально. Девушка, а куда они ушли, если у меня всё нормально? А как мне узнать конечный результат? Куда мои денежки ушли? Собсидийные. На ваши счета? Нету на моих счетах. В ожидании компенсации Людмила Кулакова апрельские счета за комуслуги не оплачивала. В итоге за май сумма пришла с долгом. Теперь женщина переживает, что пенсии может не хватить. Я прошу, чтобы разобрались. У вас помощь. Прошу, чтобы вы помогли мне разобраться, куда же всё-таки мои деньги уходят, эти субсидии. И почему они до адресата не доходят. Я переживаю за то, что и в майской, и в мае у меня тоже не будет. Хотя я также сдала уже и за май, и мне говорят, что у меня даже за май уже всё хорошо. В итоге выяснили, компенсация будет, но только за май. В отделе жилищной инспекции от комментариев на камеру отказались, ссылаясь на занятость. Но по телефону подтвердили, в списках за апрель Людмилы Кулаковой нет. Почему, пояснить не смогли. Просят женщину не беспокоиться и ждать квитанции за юнь. Тем временем, напомню, накануне заявки на выплаты принимать перестали. Сайт 15000PVL.KZ больше не функционирует. Азиза Исаба, Антон Тыщенко, телекомпания Ирбис. Хватает на год. Павлодарцы жалуются, что колонка на пересечении улиц Машхур-Жосупа-Кудайбердиева постоянно выходит из строя. Летом обваливается грунт, а зимой система перемерзает. Ещё жители дома Пайманова 5 прислали видео двора после недавнего ливня. Говорят, лужа будет стоять несколько дней. Давайте смотреть. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега». Сообщаем нашим покупателям, что с «Торговым домом Мега» функционирует также и малый зал. Ждём вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева Пайманова 5 двор. Вот он двор, который весь утопает в лужи. Вот она вода, которая бежит. И вот так осенью и весной эта вода стоит здесь, возле детского сада стояла, а теперь возле детского сада асфальт подняли. И теперь вода стоит здесь, возле второго подъезда и возле третьего подъезда. Вот обратите внимание, что эта вода будет стоять долго здесь, потому что здесь асфальт положили неправильно. Проспект Назарбаева 6, дробь 3. Обломились две ветки. Плесень. Первый подъезд Лермонтова 120. И.П. Русакова. Она говорит, что крыша не её. Помогите, пожалуйста. А это пересечение улиц Машхоржу-Супа, Кудайбердеева. Вот колонка из года в год, одно и то же, вот всё время на одном и том же месте. Вот здесь прорывает. Каждый год, вот если вызываем, то по телефону, то там приезжает через неделю, реагирует буквально не сразу. Вот эти вот службы, которые ответственные за вот это вот. Они приезжают, делают и всё, и ровно на год. На год хватает. Зимой эта колонка не работает, так как отсюда во всё время бежит вода. Она сюда набегает. Вот здесь потом лёд образуется, потом это всё лопается. Тоже каждый год приезжает. Три раза на неё поплюют и уезжают. И всё на этом, вся работа. Между Кирова 115 и 189 мусор не вывозят. Город Аксу, улица Абая, перекрёсток Хиуаз-Доспановой, бывшая молодёжная. Прошу обратить внимание, данный мусорный бак качует с места на место. Определённого местостояния его нету. С него летит мусор по всей улице. Город Аксу, центральный, вернее, то, что осталось от центрального парка. Вот июль месяц, вот такой у нас за миллионы бюджетных денег озеленение. И цветники. Красота. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега». Сообщаем нашим покупателям, что с «Торговым домом Мега» функционирует также и малый зал. Ждём вас по прежнему адресу. Угол, улица Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Мега-скидки. Мега-выбор. Мега-мебель. Современные гостиные. Мега-комфортные спальные гарнитуры. Идеальные обеденные зоны. Мега-широкий ассортимент лучших российских и белорусских фабрик. Для любителей нестареющей классики. Изящные модели. Лаконичный модерн для мега-современного интерьера. Огромный выбор мебели на любой вкус. Вас приглашает оценить новое поступление «Торговый дом Мега». Мега-грандиозно. Артефакт истории и символ большой человеческой дружбы. В музее воинской славы выставлен редкий экспонат. Армейская фляжка Героя Советского Союза Махмета Каирбаева, которую ему подарил близкий друг и соратник. Эту удивительную историю продолжит Артем Буланов. Легендарный командир батареи 712-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Махмета Каирбаев за свой героизм быстро получил уважение как у простых солдат, так и у тех, кто был старше по званию. В один из дней парторг полка Орлов принес нашему земляку вот эту фляжку. Ходили слухи, что своим владельцам на фронте она приносила удачу. Именно эта фляга была в руках именно фронтовиков. Она принадлежала Герою Советского Союза Махмету Каирбаеву. Действительно, вот беря в руки соприкасающиеся с историей той Великой войны. Фляга была передана в музей со многими предметами, которые принадлежали Махмету Каирбаеву. Армейская фляга образца 1935 года выполнена из пищевого алюминия и имеет овальную форму. Объемом порядка литра и покрыта краской защитного цвета. На ней надпись «Подарок фронтовому другу». Носилась она в чехле, холщовом чехле, суконном. То есть затягивался шнуром, сверху накидывался хлястик с пуговичкой. И получалась петля, которую носили на поясном ремне. Ну, фляга носилась так, чтобы было удобнее солдату. Но обычно более удобное положение для ношения фляжки – это было вот именно в таком положении. Удачу своему новому хозяину фляжка действительно принесла. Наш герой-земляк прошел войну, а после занимал многочисленные ответственные руководящие посты в Казахской ССР. Дослужил до звания полковника артиллерии. Не стало легендарного солдата 12 июля 1996 года. Артем Буланов, Серико Нагбаев, телекомпания «Ирбис». Любимец хоккейных болельщиков из Павлодара, голкипер Илья Румянцев подтвердил, что остается в команде на новый сезон. В прошлом чемпионате это был один из самых полезных игроков на льду. Ну что, Артем, получается, вратарская линия выстроена хорошо. Да, Илья Румянцев и новичок Артем Микушин. Это достаточно хороший сплав опыта и мастерства. Ну а что, остается ждать только игр, ведь там будет все ясно и понятно. Еще больше о спорте сразу далее. Не переключайте. Магазин для будущих и кормящих мам приглашает за покупками. В ассортименте качественная одежда для роддома, аксессуары для новорожденных и их мам. Опытные продавцы-консультанты помогут собрать вас в роддом и к выписке. Действует доставка по городу. Добро пожаловать по адресу улица ЕДГБ, 84, телефон 8777-102-9102. Магазин «Павлодар Роддом». Табул проиграл Акджит Песу со счетом 1-2. Это был товарищеский поединок, который клуб из Костаная провел в рамках подготовки к рестарту чемпионата. Встреча состоялась в Алматы. Тем временем в волейбольной команде «Павлодар» большие перестановки. Молодежный состав команды «Павлодар» вице-чемпион среди фарм-клуба. В течение всего сезона наши волейболисты боролись за самые высокие места и до последнего оставались главными претендентами на золотые медали первенства. В принципе, была возможность, шансы были выйти на первое. Мы последние два тура хотели домой взять. И в связи с такой ситуацией два тура не доиграли. Поэтому остались на втором месте. В этом году поставили задачу руководства, что мы больше поднимаем молодежь. Что даже не в первую сборную, что в молодежную сборную. В межсезонье в «Павлодарском клубе» произошли большие ротации. Весь дублирующий состав теперь переведен в основную команду. Они будут выступать в чемпионате национальной лиги. К слову, работы предстоит много. Дружину еще необходимо доукомплектовать. А вот молодежную сборную начинают собирать буквально заново. Опираются на воспитанников местной школы волейбола. В межсезонье запланировано провести три учебно-тренировочных этапа. Обе команды национальной и молодежной лиги готовятся будут вместе. Сейчас в основном упор волейболисты делают на ОФП. Павлодарские пловцы сейчас в самом непростом положении. В отличие от других видов спорта, у них с закрытием бассейнов не осталось абсолютно никакой альтернативы. К тому же сборы в БНУле тоже отменены. Февральский чемпионат области стал последним большим турниром, где местные спортсмены могли показать себя и выполнить новые нормативы. Тогда никто не предполагал, что весна и лето пройдут для ребят столь непродуктивно. В последний раз бассейн мы видели 17 марта. Последняя была наша тренировка как раз в воскресенье или 16-го. Потом все закрылось, с тех пор мы в бассейн не заходим. Все дети соскучились по бассейну. Абсолютно им не нравится суша, не нравится на улице бегать. Сейчас тренируются на свежем воздухе. От запланированных сборов в БНУле по понятным причинам тоже пришлось отказаться. Но Иван Карпов везти детей к озеру не собирался. Сборов в БНУле не будет. Во-первых, там не особо актуально делать сборы, потому что нет бассейна. То есть плавать на озере холодный и небезопасно. Ходить в горы только, ну то есть только оздоровительные сборы. Ну такие оздоровительные сборы, походить, посмотреть, подышать воздухом. А так не вижу смысла там проводить именно в БНУле. Надо искать те места, где есть бассейн. Тренируются на суше как дети, так и взрослые пловцы. Условия у всех одинаковые. Надеются спортсмены хотя бы в августе попасть в бассейн и продолжат готовиться к соревнованиям. В Павлодаре стартует новый онлайн-турнир. Чемпионат города по двоеборью необычный. Снова участвуют дети и родители. Однако в целях популяризации активного образа жизни и массовости организаторы изменили формат. В турнире по президентскому двоеборью несколько новшеств. Первая – возрастные группы. На этот раз младшая до 8 лет и старшая до 12. Более старшие, они хотят более другие игровые виды спорта участвовать, в других видах спорта. А вот эти возрастные группы, они более активные в президентских тестах. Они уже более доступны в школах, они используются. Это прыжок с места, приседания. Наиболее такие приемлемые для этих возрастных групп. Изменили в городском турнире и формат. В этих состязаниях семейный тандем представляют папа с дочкой, мама с сыном. Как и в прежних онлайн-чемпионатах, дети главные. Зачет пары и баллы будут начислять по возрастной группе ребенка. А соревнуются в уже знакомых спортивных заданиях. Прыжок в длину с места и приседания. Эти соревнования мы уже проводим четвертый раз в виде такого масштаба. Уже многие обкатали эти виды спорта. Они более уже подготовлены. Уже не так, как первый раз. Они многие не знали, как правильно упор приседать, как правильно прыгнуть. Они уже более сознательно подходят к этим видам спорта. Уже более профессионально. Уже, я думаю, результаты все время растут и растут. И участников все больше, больше, больше. Семейный онлайн-чемпионат города по двоеборью стартует в пятницу. Всего четыре дня продлится турнир. Заявки на участие можно отправить в отдел спорта. Свой следующий поединок полударский боец Ваниль Рафиков проведет в лиге NFC и за чемпионский пояс. Напомним, наш земляк занимает вторую строчку в рейтинге Центральной Азии. А у нас на сегодня все. Но завтра новый день и новые победы вместе с телекомпанией «Ирбис». Здравствуйте! В студии Кристина Луфты. Я расскажу вам о погоде на пятницу, 26 июня. В Алматы день будет ясный, плюс 31. После того, ожидается дождь, термометр покажет 26 выше нуля. В Петропавловске пасмурно, 19 градусов. В Усть-Каменогорске гремит гроза, 28 тепла. В Семей-Караганде переменная облачность плюс 30. В Нарсултане синоптики обещают осадки 25 выше нуля. По прогнозу газ-ветрометцентра в Бладаре ночью 16 градусов. Днем жарко, 33 тепла и без осадков. У меня на этом все. Будьте здоровы, берегите себя и до завтра. Будьте здоровы, берегите себя и до завтра.